Скажем так, нести свой вклад. То есть, ну, как бы, моя цель на сегодня, наша цель на сегодня, пообщаться хотелось бы с Виктором Гурским по поводу актуальности темы, да, есть какие-то проблемы стартапов. Сейчас, ну, это платформа инвестирования в стартапы. Да, это по типу краудфайдинга, только краудинвестинг. То есть, суть в чем, должна быть социальная синергия. У нас краудинвестинг разрешен уже, но это будет общаться. Ну, хорошо. Я думаю, может, да. То есть, проблема заключается в том, что, ну, насколько я наблюдаю, не знаю, как вы, что на краудфайде трехплатформах стартапы не совсем собирают деньги. Да, ты можешь? А, нужно нам, ну, давайте сначала я озвучу с кем-то, кто вообще с тобой, да? Да. То есть, Виктор Гурский по проблемам стартапов, да, с которыми не сталкивается, возможно, это включение инвестиций или иных ресурсов, вот, далее я хотел бы с Баковским Михаилом переговорить по практике использования аукционов, вот. Следующий, с кем я хотел переговорить еще, это Павел Кравченко, да, по поводу использования битра аукционов для того, чтобы, возможно, было продавать аукционы через аукционы, если это возможно. Вот, и с Владимиром хотел поговорить с вами, Владимир, по, возможно, коррекции бизнес-модели, создания какого-нибудь адеквата, то есть, что-то там возможности. То есть, хотелось бы слепить эту картину какую-то общую и, скажем, найти в команду после того, как слепится классная, скажем так, бизнес-модель, найти в команду программистов, в первую очередь. Ну, неплохо было бы работать с маркетологами, дизайнерами и финансистами. Представишь модель, хотя бы сейчас? Конечно, представлю модель. Косик модел. Модел покупать, да. Окей. Ну, то есть, в целом, все. Надеюсь, что в случае данной платформы мы решим многие проблемы стартапов на самой низкой стадии, когда, скажем так, мы не нужны и меньше. Спасибо. Все удачи в этом бою. Кто следующий? Иди к нам? Я с вами. Хорошо. Давай, давай. Ну, давай я. Ну, давайте я. Ладно, в общем-то, смотрите, идея какая? Идея в том, чтобы создать телекрам-бота, который мы подключаем в чат, в группу, и даем ему запрос на создание биткоин-кошелька. Кроме этого, используя мульти-сигначер, мультиподпись, мы позволяем боту достучаться до остальных пользователей и дать им права использования кошелька. Таким образом, мы получаем общий кошелек, который могут пользоваться несколько пользователей одновременно и, к тому же, управлять ими давай...